Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Наталья. И сегодня в этом видео я хотела бы рассказать, как собрать свой базовый набор кистей для начинающего визажиста. Также хотела бы рассказать, на чем можно сэкономить на примере своего набора кистей. И также хочу рассказать и показать, какими кистями мне удобно пользоваться и для каких целей. Надеюсь, вам это будет интересно, так что продолжайте смотреть. Итак, вот так вот выглядит мой набор кистей, который я использую для визажа. Это чехольчик от базового набора кистей с курсов по визажу. Я когда проходила курсы, нам выдали базовый набор кистей. И вот этот вот чехольчик остался после этого набора. И я этот набор разобрала и оставила здесь те кисти, которыми я пользуюсь. Этот набор был от Valery D. И я бы сказала, что данный набор, он в принципе хорош для начинающих визажистов и для прохождения обучения. Также я вам советую выбирать именно ту школу, где выдают базовый набор кистей. И где есть косметика для того, чтобы делать макияжи. Чтобы вам ничего не тратить изначально для прохождения обучения. Так как именно после того, как вы пройдете обучение, вы поймете, какими именно кистями вам удобно пользоваться. В данном наборе именно те кисти, которыми мне удобно пользоваться при работе. Итак, я хочу вам показать, какими же кистями я все-таки пользуюсь. Начну именно с кистей для лица. Хочу показать поближе кисти, которые я использую для лица, для макияжа лица. Вот эта вот кисть идет как кисть для пудры. Я ее оставила именно из базового набора. Она достаточно мягкая и в принципе хорошо наносит пудру. Также я вам советую, если вы будете искать какие-то бюджетные кисти, обращать внимание. Даже если ворс в хорошем состоянии, он может колоть лицо клиенту. И я считаю, что это недопустимо, когда человек испытывает дискомфорт, когда ему делают макияж. Также у меня были попытки покупать и другие кисти тоже. И я их отбраковала именно по тому моменту, что они кололи лицо. Я бы сказала, что в принципе хорошего качества. Но, как вы видите, исполнение достаточно дешевое. И я в принципе еще решила их оставить после обучения. Вот эта вот кисть, это кисть для румян. Так как они в принципе хорошо выполняют свою функцию. И пока еще не нашла им замену. Ну, видите, что в принципе они сделаны из козочки. И они хорошего качества. Далее, вот хочу показать вот такую кисточку. Это уже кисточка от L'Etoile. Она мне очень понравилась. Ворс хорошего качества. Мне нравится этот ворс, так как он хорошо наносит именно такие сухие продукты, как хайлайтер, либо скульптор. Очень советую эту кисть. Это достаточно бюджетная кисть от L'Etoile. Мне очень нравятся, кстати, кисти от L'Etoile. Я в принципе нигде не слышала, чтобы кто-то хвалил кисти L'Etoile. Но они в принципе достаточно доступны. И вы их можете купить в любом магазине L'Etoile. И они иногда идут с такими хорошими скидками. Очень советую вот эту кисточку. Также я ее уже чистила салфетками. Ее очень удобно чистить салфетками от Lucky Brush. Очень их советую. Также я данную кисть использую и для хайлайтера тоже. Еще хочу отметить такую вещь, что многие, конечно, говорят, что одну кисть можно использовать. И для пудры, и для румян, и для хайлайтера. Но по факту у меня это не получается. Потому что мне, во-первых, некогда чистить эти кисти, когда я наношу клиенту. Потому что я очень тороплюсь обычно. На это дается очень мало времени. По факту я использую, в принципе, одну кисть для одного назначения. Еще бывает такое, что в конце макияжа вам нужно еще немного припудрить лицо клиенту. И так как, если вы после пудры еще использовали румяна, скульптор, либо хайлайтер, это неудобно. Так как кисть уже грязная. И вы рискуете наделать пятен на лице. То есть по факту у меня получается, что я не использую многофункционально одну кисть. И еще не советую покупать кисть для пудры достаточно большую. А если у вас стоит выбор между большой кистью и более меньшего размера, выбирайте кисть более меньшего размера. Так как если вам удобно красить себя кистью большого размера, то поверьте, лично для меня, например, неудобно красить кого-либо большими кистями. И также это касается и кистей для глаз. Если вы можете видеть, у меня нет больших кистей. Мне удобнее выбирать более маленькие кисти для макияжа. Мне кажется, что макияж более маленькими кистями выглядит более опрятно и чисто получается. В отличие от того, если вы используете большую кисть. И также большие кисти, они расходуют больше, выбирают в себя больше материала, больше пудры, больше каких-то кремовых продуктов. Данные кисточки я использую в основном для сухих текстур. В принципе, вот эту кисть можно использовать и для кремовых текстур. Она достаточно хорошо подходит. И ее ворс. И мне нравится, что ее ворс такой меленький. И он очень равномерно наносит продукт. Также хочу отметить вот эти кисти. Вот эту кисть можно использовать как для нанесения тональной основы, так и для нанесения кремового скульптора, румян, либо хайлайтера. Это вот две кисточки от KIKO. Очень хочу посоветовать эти кисти. Очень они мне нравятся. И они достаточно бюджетные. Мне нравится, что вот эти кисти хорошо набиты. А вот это я использую для консилера, либо для нанесения именно консилера под глаза. А эта кисточка у меня идет как для нанесения тональной основы в основном. В принципе, для нанесения тональной основы я иногда пользуюсь спонжами. Но вот сейчас мне почему-то удобнее пользоваться именно кистями. И также хочу отметить, что сейчас появилось много кистей именно из токлона. Достаточно бюджетных кистей. И хочу вам отметить коллекцию, которую я видела в Ривгош. Мне она очень понравилась. Ее очень советую. Если будете выбирать что-то для нанесения кремовых продуктов, обратите на это внимание. И консилер мне также удобно наносить именно круглой кисточкой под глаза. Некоторые любят плоские кисти, либо маленькие. Мне именно удобно вот именно такой, потому что она напоминает именно форму пальчика. Следующие кисти, которые я хотела показать, это кисти, которые у меня есть. Это кисти, которые у меня есть для оформления бровей. Вот эта кисточка, это кисточка от Шик. Я не знаю, продается она еще или нет. Но возможно, она идет в каком-то другом варианте. Но я хочу отметить, что именно вот такая вот широкая плоская кисть очень удобна для оформления бровей. Она оформляет брови буквально в секунды. И хочу отметить, что эта кисть именно для сухих текстур. Также у меня есть вот такая вот кисточка от Real Techniques. Она уже, то есть я ее уже использую для кремовых текстур. В принципе, вот эта кисть шла именно как кисть для айлайнера. Но я использую ее именно для кремовых текстур, для нанесения помадки для бровей. Именно вот для бровей. Также у меня есть вот такая вот кисточка. Ее тоже советую для того, чтобы причесывать бровки. В принципе, для того, чтобы причесывать бровки, можно использовать и одноразовые щеточки тоже. В принципе, для оформления бровей можно не заморачиваться и использовать вот такие вот одноразовые кисточки. тоже очень советую очень удобно и в принципе их можно использовать даже один раз следующее что я вам хочу показать это вот у меня такой набор кистей для макияжа глаз вы видите что у меня здесь два бочонка мне почему-то именно для каких-то глаз для более маленьких глаз мне удобно пользоваться вот таким бочонком это также вот атлетуаль у меня же все стерлось но очень прям советую вот такие вот кисточки атлетуаль они очень хорошего качества и они стоят в пределах там 600 тысяч рублей то есть можно купить на скидках а вот эта кисточка у меня от мак это 217 от мак знаменитая почему-то мне именно в складку если наносить мне удобно именно вот такой вот кисточка наносить мне кажется что вот эта вот кисточка наносит более прозрачный продукт а вот это более концентрировано то есть они отличаются и иногда я использую одну кисточку иногда использую другую но я вам советую если вы все-таки думаете потратиться то купить какую-то одну кисточку а потом уже просто смотреть что вы еще хотите купить также есть у меня вот такая кисточка также атлетуаль хочу отметить что у литуаль хороший вот такой вот ворс написано что эти кисти собираются в японии очень нравится вот такой вот ворс он очень такой меленький ворс и то есть очень тонкие волоски вот этого ворса но он хорошего качества и он очень равномерно распределяет продукт я использую вот такую кисточку именно для того чтобы потушевать какие-либо границы либо какие-либо детали то есть либо добавить цвета чуть-чуть либо потушевать то есть для того чтобы сделать переход цвета более плавным также хочу показать вот эти вот две кисточки то есть вот эти три кисточки это плоские кисти в основном я использую вот эту кисть эта кисть у меня от хакухода это голубая белка я заказал ее заказывал ее сша и в принципе так чтобы посмотреть насколько хороши эти кисти за что их так хвалят мне было очень интересно в принципе хочу посоветовать эту кисть но она достаточно как бы труднодоступна но вот данный размер очень хорошо подходит именно для макияжа глаз другим людям не советую покупать более какие-то крупные кисти потому что но лично для меня например я себя могу красить большими кистями свои глаза но вот посторонних людей у меня не получается потому что хочется именно использовать более маленькие кисти но вот эти вот кисти у меня также от валери ди они были из базового набора хочу отметить что кисти принципе от валери ди хорошего качества некоторые хорошего качества то есть если вы хотите сэкономить данным на первоначальном этапе вы можете присмотреть там некоторые кисти еще советую всегда смотреть конечно какой ворс как кисть набитая лезет она не лезет и конечно советую выбирайте кисти которые не колет глаза потому что это очень неприятно особенно когда ты лезешь какой-то грубой кистью глаз к клиенту для клиента это и так стресс что ты его красишь а тут еще такие вот грубые кисти то есть это может оставить негативное впечатление о вас даже может быть клиент уже не будет осознавать что ему это неприятно неприятно именно вот такие вот моменты но все-таки это он будет чувствовать на подсознательном уровне то есть мы должны максимально обеспечить комфорт клиенту когда мы его красим у меня в популярны вот эти вот три размера можно так сказать что я чаще использую более меньшего размера кисти а вот эта кисть хороша именно для деталей куда-то там добавить более темные оттенки либо растушевать либо как-то именно точечно куда-то добавить цвет также еще хочу показать вот такую кисть я ее приобрела совсем недавно это тоже кисть от летуаль по моему это кисть из соболя хочу отметить что именно вот такими вот кисточками очень удобно добавлять темный цвет в уголок глаза либо какие-то детали то есть ее можно использовать как и как и маленькую плоскую кисть также данной кисточкой можно растушевывать карандаш но для карандаша я люблю использовать больше вот такую вот синтетическую кисть от real technics вообще хочу посоветовать кисти от real technics потому что они достаточно дешевые но они в принципе достаточно долговечные и они хороши именно для кремовых текстур они хорошо их растушевывают хорошо распределяют очень не хочу посоветовать также хочу показать кисти которые я использую для 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 того чтобы покрасить реснички я использую такую отноразовую щеточку для того чтобы нанести тушь также я пользуюсь вот такой вот кисточкой от шик прям гонялась этой кисточкой очень мне она нравится ее очень ей очень удобно наносить именно в корни ресниц либо на нижней реснички тушь также все это более гигиенично чем наносить тушь непосредственно из тюбика также есть у меня вот такая вот щеточка расщеточка от рифгош она тоже мне частенько бывает нужна она достаточно дешевая ее очень советую также у рифгош сейчас появилась вот такая вот новая коллекция и там можно найти кисть для оформления бровей она уже идет с щеточкой так что ее вам тоже очень советую и так вот это вот остались у меня кисточки которые я уже использую для того чтобы как-то детализировать макияж также хочу сказать пару слов вот о такой кисточке эта кисточка от real technics я не знаю можно ли ее найти не или нет но ей очень удобно именно наносить консилер на прыщики прям очень советую такого размера такого типа кисти именно для этого похожие кисть есть у manly pro у меня она тоже есть но мне больше удобно именно вот такая кисть а также еще хочу показать вот такой вот кисть от беделиум tools данной кистью очень хорошо корректировать нанесение зоны помады либо корректировать стрелку очень ее совет вот эта кисть это также кисть от valerie di это я уже использую для нанесения помады помады либо блеска также для блеска у меня есть одноразовые такие аппликаторы которые я заказывала с ebay там я не знаю 50 штук за 100 рублей принципе такие тоже удобно принципе вот такие кисти можно найти и в магазинах для художников либо кисти для nail мастеров также очень советую они там очень дешевые а принципе не советую покупать вот такого рода кисти в каком-то дорогом варианте также у меня есть вот такие вот кисточки это уже кисточки идут для нанесения подводки вот это вот кисть это кисть от шик данной кисточкой удобно наносить именно гелевую подводку очень ее советую также у меня есть кисточка просто из магазин для художников это более для жидкой подводки либо для каких-то уже деталей чтобы проработать детали и конечно советую и вот эту кисть и вот эта кисть то есть у вас должно быть два вида кистей иногда бывает что удобно наносить какой-то одной кистью иногда бывает удобно другой кистью и последнее чтобы я порекомендовала вам купить это вот такой вот шпатель это незаменимая вещь очень удобно им брать либо смешивать на палитре какие либо оттенки либо помады либо блески либо какие-то корректирующие средства брать из палетки очень советую эту вещь и также хочу вам сказать чтобы вы заботились именно о гигиене и также все хорошо дезинфицировали и мыли кисти потому что да конечно кистями невозможно заразиться не спидом не гепатитом но через кисти можно переносить всякие неприятные заболевания такие как кожные заболевания заразные также это могут быть какие-то глазные заболевания либо какой-то клещ либо также через эти предметы вы можете и сами заразиться советую вам не пренебрегать гигиеной и так это был мой любимый набор кистей именно это это именно те кисти которыми я пользуюсь в работе я собирала данные набор достаточно долго то есть методу проб и ошибок принципе в моей коллекции сейчас большое количество кистей но это именно те кисти которыми мне удобно делать макияж также хочу отметить что большинство из этих кистей бюджетные я больше смотрю не на стоимость кисти а именно на качество ворса на мягкость ворса именно хорошо набитую кисть то есть чтобы она была равномерно набитая также я смотрю как она наносит продукт насколько она точно наносит продукт также очень советую перед покупкой кисти проверять насколько кисть прочная насколько у нее хороший ворс и не лезет ли она и так на этом я хочу закончить свое видео напишите в комментариях какими кистями пользуетесь вы пользуетесь ли вы такими же кистями какими пользуюсь я какие ваши любимые кисти какие бы кисти вы бы добавили в мой набор если вам это видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал а мы с вами увидимся в следующих видео и всем пока пока